Вот, если присвоено, да, есть какое-то уже присвоенное, проинциализированное переменное, и присвоенное значение, оно соответственно с оператором прислали. Например, у H есть значение. Перед именем свойства ставятся те самые спецификаторы объема. Ну, считается общепринятым, да, это public, patent, prime. Понятно, у кого-то больше, у кого-то меньше, но это просто одна. Соответственно, public это плюсики, protected это решеточки, а минус это, соответственно, prime. Вот опять, да, ситуация, что было делать, ну, печь-пишник в четвертом, например, печь-пи, когда там все было в public, да, печь-пи, когда там все было в public, да, печь-пято сюда нужно, куда там демилировать, да, непонятно, да, то есть хорошо, печь-пишник для себя написал, а то он взял там геограмму написанную, которая была нормальной MOP, где-то здесь билирую, и ничего, и он там правильно не могло. А там еще хуже, там же вам, так-то она должна в public, там же не public, а он бы бог с ним public писал, тогда вам писал, понимаете, бред. Вот, в нижней части, значит, в нижней части у нас что? Методы, методы, мы все так же перед ним методом ставим модификатор, господа, спецификатор, имя метода, в круглых скобках, соответственно, его параметры, параметры, как и свойства, да, то есть имя параметра, двоеточие, тип, если есть значение по умолчанию, то опять же оно, пусть присваивание, да, по умолчанию. И, соответственно, и после уже, да, параметров, там уже после другой скобки, двоеточие тип возвращаемого значения, да, то есть тип возвращаемого значения не, как вы в прототипах привыкли, да, функции, например, та, которая описывается, а в конце ставится. Если метод не возвращает значение, да, ставится бой, да, стандартное слово, бой, что, совет, он возвращает. Вот, не возвращает, точнее, ничего. Вот, и таким образом, да, у нас, ну, здесь у меня три класса, да, понятно, они каким-то образом, эти классы друг с другом взаимодействуют, взаимодействуют, и это описывается вот всевозможными такими стрелочками, не всегда стрелочками, это может быть просто там линия, ну, как правило, это стрелочки, ромбики и так далее. Вот, какие они бывают, тут самые основные, но тут самая главная, знаете, какая идея, не в том, какие они бывают, это на самом деле море, а как это дело потом описать на PHP, понимаете, да, знаете, как проблема у многих, на форум, когда там товарищ приходит, он говорит, блин, ну, ребята, есть кусок на Си, как теперь это, там, какой-то алгорит, да, перегнать на пинечки, а на Си там, там же все на поинтерах, да, там же все на указателях, как теперь это, как они, переменную такую, да, как, куда, что, зачем, вот такая же ситуация и здесь, понимаете, там, конечно, очень много на пинечке, но мы говорим, блин, как, у нас этого нет, у нас вообще не понимают, что это такое, вот, там, условно говоря, да, такое лирическое отступление, вот у нас в PHP 5.3 появился тайпхинтинг, когда мы можем указывать, да, какого типа класса передавать, например, в метод или функцию что-то, да, а до этого не было, и представляете себе, человек читает книги, а мало того, в PHP все равно у нас же нет типа класса, то есть класс это не тип, да, у нас есть только тип объект, понимаете, и человек, и человек показывает, да, условно говоря, у него там код на каком-нибудь там, ну, на C-шарпе, да, там, класс юзер, да, он там описывает, предложим, класс юзер, фиги, у него вокруг этого все крутится, да, он говорит, у меня есть интеджер, интеджер age, предположим, да, какая-то там ситуация, да, интеджер, да, интеджер, или, условно говоря, да, интеджер, да, private, о, вот так вот он пишет, да, private, а, ну там долларов, да, нет, вот так вот пишет, есть там приватная, такая штуковина, да, вот, предположим, да, здесь я создаю, он пишет, да, здесь я создаю, а там как создают, там же типы указываются, понимаете, да, я создаю объект, типа класс юзер, да, предположим, new user, да, вот, а потом они, а потом они, значит, что делать, а потом есть какая-то функция, да, там function, в которую, соответственно, да, в которую должен передаться объект класс юзер, да, и вот представляете себе, человек сидит до PHP 5, а еще круче до PHP 5 вообще, да, и там вокруг этого все крутится, да, он говорит, это не имеет доступ, да, и PHP 5 не говорит, блин, и что, и как мне это теперь реализовать, да, как мне сделать, чтобы это было приватное, чтобы никто не видел, да, как сделать так, что сюда, там же тоже автор, смотрите, сюда никто, они другой, класс, не может воткнуть, а как, а у меня такое нереализуемо, понимаете, да, проблема, как реализовать это все дело на PHP или на том и для другом языке. Так вот, вот, значит, самая такая фишка основная, да, это называется генерализация, обобщение, это, он указывает, соответственно, стрелка с пустым, ну, это он не белый, но на самом деле пустой, он сейчас официально считается, с пустым треугольником, да, то есть он определяет, что есть некий класс, так называемый супер-тим, а его, да, в нашем случае юзер, его наследует класс, как будет, да, вот, тим-менеджер, да, вот, тут на самом деле может быть не очень, очень такая странная, да, потому что вообще нормальный, я не знаю, как вам, как вам, да, но если посмотреть с точки зрения нормального человека, нет, программисты, не только, как вы, считаю, что с нуля считать нормально, да, из километра там тысячу двадцать километра, понятно, вот, а нормальный человек, да, кто бы сказал, что вообще-то стрелочка должна быть побороться, ну, по идее, да, оттуда туда, правильно, да, прикольно, ну, так, вот, да, вот, ну, тем не менее, ну, так есть, так есть, это так называемое обобщение, так называемое is-are, то есть есть, то есть имеется в виду, что класс менеджер есть, да, юзер, да, то есть вот тип, да, класс, класса юзер, соответственно, тут здесь ничего сложного, в PHP это описывается вот этим окном, в принципе, это понятно, да, extends, один расширяет другой, такая стандартная вещь, да, вот эти вообще, вот здесь стрелочки все, да, стрелочки, это называется, как бы, это связи, связи, да, существует очень много связей, да, существует, есть однонаправленные связи, да, то есть один класс использует другой, есть двунаправленные связи, да, есть отношения, знаете, наверное, там из баз данных, знаете, один к одному, один ко многим, много ко многим, да, вот такие вещи, да, кто как использует, да, их достаточно много, они, кстати, не все на PHP опять же реализуемы, да, но самая опять же основная агрегация есть такая, да, агрегация, такая ассоциация, Агрегация has-e, имеет, обозначается пустым ромбиком. Значит, что у нас здесь есть? Как это выглядит на PHP? То есть, один из классов содержит в себе другой класс, то есть, является контейнером для другого класса. Но, важное понятие вот этой агрегации, именно, да, пустой ромбиком, что удаляя вот этот класс, ну, понятно, мы по-идиотски говорим удаляя класс, мы имеем в виду, удаляя экземпляр этого класса, да, у нас тут объект от класса, да, то есть, класс как самостоятельный единица не существует, да. Вот, то есть, удаляя вот это дело, вот это дело, это не влияет на, в нашем случае, дейтбейс, да, на тот класс, который там хранится, да. То есть, как это понять? А понять очень просто. У нас есть класс дейтбейс, и где-то там, в коде, да, в глобальной области видимости, создан его объект. Создан его объект, да. И, смотрите, класс каталог. Вот здесь, в правительстве дб, хранится, да, этот класс. Ну, на самом деле, там хранится экземпляр, класс, ладно, класс. Но, посмотрите, как он туда попадает, да, он попадает со стороны, то есть, есть некая, где-то там дб, я просто здесь ее не обозначил, место не поместилось. Вот, какая-то там, здесь написано, да, доллар дб, нью дейтбейс, да, дейтбейс. И потом, какой-то объект создается, класса каталог, и ему в конструктор запихивается уже готовый объект, который здесь хранится. Понимаете, да, хранится. Но, объект, он, условно говоря, создан здесь, вовне. То есть, если мы удалим этот класс, ну, в нашем перечисленном случае, экземпляр класса объект, то тот объект никуда не делся, да. Тот объект никуда не делся, он живой, он в порядке, у него все хорошо, да. Вот. Другим, более строгим, более строгим случаем этого дела является то, что называется композиция, тоже хзр. У него этот ромбик уже такой темный, да, темный. Здесь уже как раз, да, та же самая ситуация, тоже каталог, контейнер, дан дейтбейс, но удаляя каталог, удаляется дейтбейс. Почему? Мы видим здесь, да, потому что этот дейтбейс, вот он, вот он, он создается прямо здесь. Вот мы его создали, вот он. То есть, он ниоткуда не извне, да, ну, фактически, как бы, класс здесь. То есть, удаляя это дело, это удаляется и все, да. Ну, по-идиотски, я еще раз говорю, слегка звучит, но распечатает, по-другому никак, по-другому никак не получится. Ну, это самые ходовые, вот эти вот, да, агрегация, композиция, генерализация, это самые ходовые, которыми оперируют обычно связи. Вот, и еще один такой, ходовая вещь, ходовая вещь, да, кстати, вот по этому поводу, по поводу композиции, вот это я вот делаю, да, не забудь, да, сейчас я через 5 минут скажу как раз. Так вот, так называемая направленная ассоциация, это простая стрелка. То есть, она означает, да, что они общаются, то есть, кто-то использует кого-то. Ну, опять же, что, ну, в нашем случае в PHP, это, например, вот, как я здесь показал, да, означает, например, у класса утилити, да, есть, ну, условно говоря, например, статический метод какой-то, да, к которому можно обратиться. И модель, вот эта наша, да, она где-то его использует, да, обращается напрямую, там, утилити, фильтры, да, да. То есть, они никак не зависят, они не, да, никто никого не хранит, не наследует, да, просто какое-то отношение, да, то есть, этот дергает тот. То есть, как-то его использует, как-то его использует, да. Вот такого, это самые вот такие четыре вот эти вот связи, это самые главные связи, которые можно как-то изобразить, в принципе, в принципе, в принципе, таким образом. Вот, да, а теперь мы плавно подошли, исходя из этого, да, к теме шаблонов проектирования, друзья, да. Здесь, опять же, да, пойдем, пойдем, скажем так, назад в историю. Откуда он вообще все взял? На самом деле ситуация какая? Вообще шаблоны проектирования появились на свет, ну, по-моему, там, что-то год 75-х, что ли, я не знаю, середина 70-х, кажется, в Соединенных Штатах Америки. Нет, даже раньше, они потом уже, да, да, по-моему, даже парадик. В Соединенных Штатах Америки в строительстве. Для строительства, да. То есть строители столкнулись с какой-то ситуацией, а они строят города, поселки и так далее. И они посмотрели и увидели, что у них появляются какие-то типовые задачи, понимаете, да? И они говорят, блин, там, ну, условно говоря, типовая задача, например, которую один раз мы прорешали, через сто раз решать. Например, мы строим поселок, у которого автострада слили справа, а слева – озеро. Надо там кто-то, кто-то сделать, кто-то выкопать, кто-то нарастить и так далее, и так далее, и так далее, правильно, да? Второй раз. Они говорят, ребят, что вам не мучиться? Давайте вот этот, как бы, случай вот такого плана, как бы шаблон, да, фактически, опишем, что надо делать. Обзовем его, так и назовем, автострада слева, озеро справа, понимаете, да? И опишем какие-то определенные шаги, которые надо сделать. Понимаете, о чем делать, да? И все, сидит человек, архитектор, там, ну, надо построить его, кто смотрит, так, о, понял, мне нужно использовать, да? Или, например, думать, не знаю, что же мне делать, да? А ему советуют, да, ты используешь саму обзову автострада справа, озеро слева, он, о, понял, да? А он знает, что это такое, ему не надо объяснять, понимаете, что это дело, да? То есть, не объясняет, и вот здесь выкопает, ну, туда просто название, понимаете? Ну, условно говоря, как это, иногда, в Америке, то есть, самое, да? Какой у тебя политический взгляд, например, да? Человек, вместо того, чтобы рассказывать, что он там плохо, хорошо, он говорит, да я республиканец. А в того его понял, то он знает, что такое республиканец. Это то-то, 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 да, я демократ. Вот, и вот так это было, пока эти шаблоны проектирования не попали на глаза программистов. То есть, что они имели в истории программирования? Когда, да, такие четыре товарища были, как говорили, банда четырех, которые взяли такие наиболее прикольные, особенно интересные шаблоны, они попытались их, соответственно, портировать в мир программирования, да? И об этом книга первая вышла, да, там, шаблоны проектирования и так далее. Ну, и с тех пор их наградили очень много. Их наградили очень много, миллион, да? Причем обратите внимание, скажем так, там нет никакого волшебства. Вы увидите, что даже, то есть, вполне возможно, что вы их использовали, но у вас они знают, что вы их используете. Что вы используете конкретно такой именно шаблон. Да, что он так называется. То есть, многие шаблоны фактически это, вот как, не знаю, вы каждый день переходите дорогу, например, да? Вы просто даже не знаете, что вы используете при переходе дороги, вы используете шаблон перехода дороги. Уже его придумал я. Пока о нем статьи и пихи пихи. А какой шаблон? Ну, очень просто. Подошел к дороге, на край дороги, остановился, посмотрел куда-то. На лево, да? Никого нет. Пошел на середину, посмотрел на право, никого нет. Пошел дальше, все. Абсолютно. И скажет, что я каждый день, каждый день, да? А вот шаблон. Вдруг попадется человек, который не знает, понимаете, себе, да, как? А то вы ему местно объясняет последовательное, скажете, да переходи, используя шаблон перехода дороги. Ну, он сразу поймет. Общая концепция такова, абсолютно. И опять же, смотрите, опять же, это шаблон, что не программировать, а именно проектировать, да? То есть, они не только для программирования, не только для языка пихи, а для разных там всяких разных языков. Поэтому вы увидите, что реализация разнится. То есть, это не жесткая какая-то закрепленная, да? Не шаблон влево, не шаблон вправо, да? А именно как бы направление. То есть, как тот же самый, опять же, упомянутый шаблон перехода дороги, да? А что, если там не две, вот, ну, мы говорим, полосы, а там газон, а потом еще раз дорога, да? Мы дошли, что дальше делать? Я же больше ничего не сказал. Ничего, ну, еще раз остановиться, наверное, да? То есть, как-то это можно варьировать, расширять, это общая концепция просто. Общая концепция, абсолютно. Вот, абсолютно. На самом деле, прежде чем мы начнем с этого дела, хочу, вот я показал насчет Нью, да? Есть такое, такая штука, да, такое последнее время особенно, да? Называется, называется dependency и внедрение зависимости, да? Dependency injection, если вы слышали, да? Это тоже, dependency injection, это тоже шаблон. В чем его идея? Опять же, да, кстати, в чем его идея? Почему я обратил внимание на это? Да, смотрите, если, сейчас я красивую сделаю, чтобы в цвете было. В чем идея вот этой вот dependency, injection? Смотрите, какая ситуация. Предположим, у нас есть класс, предположим, да? У нас есть класс автор, предположим, да, какой-то? Автор и буква, нормально, да? Автор и буква. У автора, одну секунду, я, там видно вообще, что я пишу? Я вам потом цвет поправлю, ну, здесь хреновенький. Сейчас я сделаю табуляцию слегка поменьше, чтобы в экран помещалась. Вот. Автор, да? Здесь у нас, предположим, приваты, давайте я напишу так, fname, fname и то же самое lastname, да, предположим, да? Сделаем, чтобы было понятно, что это private, да? У нас есть конструктор, в который приходит, соответственно, вот эти вот переменные, да? fn и ln, понятно, что у нас здесь, у нас здесь стоят zis, zis, fname присандаливаем fn, lastname присандаливаем ln, да? Вот. Ну и, кроме того, понятно, что у нас там описаны всевозможные там, что-то типа get, get fname, сокращенно, да? Которая возвращает это дело, да? Я обозначаю. Вот так, да? И там get ln, get lastname, которая тоже что-то делает, да? Вот такого плана. И, смотрите, и есть у нас, и есть у нас класс book. Пусть будет, да? Book. Book. У book, у book, у него есть что? У него тоже private, конечно же. Нечего это все дело оставлять открытым. Ну, title. Title, понятно, там много чего, да? Много чего у book. Вот, и у него же должен, по идее, как-то храниться автор, да? Автор. Тоже, конечно, private, да? И у него тоже есть конструктор. Ну, методы у него тоже, да, там есть, get, автор, get, там что-то еще. Неважно. Как-то так, да? Приблизительно. Get автор, get ауккор, ауккор, и get title, наверное, да? Чуть ли. И вот здесь происходит, вы обратите внимание, да, даже мы грешим этим, где-то у меня, по-моему, там на третьем курсе, ну, у нас учебный процесс, нам можно, да, некоторые упрощения делать ради этого, да? А теперь, смотрите, а как делается, значит, пишем, конструктор, сюда приходит, ну, условно говоря, title, да? Сюда приходит, соответственно, да, первое имя, автор first name, автор last name, да? Сейчас я сделаю вот это, title, вот так здесь, title. Вам. Это t, да? Типичная ситуация, скорее всего, вы ее узнаете, да? А здесь у меня вот такая вещь, auto, и дальше товарищ пишет такую штуковину, new, автор, new, автор, и запихивает туда вот это дело, да, fm, это, понятно, да? Автор, все это идет сюда, и этот, этот объект, да, экземпляр класса, автор, класс хранится здесь, да? Где-то автор, здесь, здесь автор, он возвращается, правильно, да? Вот, чем это, вообще на самом деле это очень интересно, вот если любому человеку, который связан с базами данных, да, вот показать, он скажет, дурдом, фактически, да? Вот, мы, как правило, да, в базах, вспомните, да, мы, у нас есть первичный ключ, который мы обычно храним, мы не храним имя там где-то, да, где не нужно, да? То есть, мы спрашиваем, какое отношение, да, имеет автор, вот, именно как объект, фактически вот сюда, а кроме того, обратите внимание, если нам придется изменять у автора конструктор, у автора конструктор, например, мы решили ему передать дополнительно возраст вот сюда, ну, или что-нибудь еще, да, там, год начала деятельности, предположим, да, вы понимаете, да, что придется, это повлечет за собой что? Изменение и здесь, правда, да? Изменение и здесь, вот. Что делать? Что делать? Внедрять dependency induction, громко сказано, правда, да? Целый пакет. Что это такое? Это означает, что нечего его возить здесь, а надо его передавать сюда. Сюда. То есть, outHorn, у нас все-таки typefinding есть, там, outHorn, да, и здесь мы его уже, вот, и здесь мы этого автора уже храним, точно так же хранится этот объект здесь, хранится этот объект здесь, правильно, да, фактически то же самое случилось, да, да, но мы можем здесь что угодно делать, менять, вообще, правильно, да, сюда это никак, фактически, если хотите, мы передали, ну, условное, понятно, да, условно ссылку на него, если пользуясь терминологией, да, реляционных баз банных, да, как бы, фактически кинули это дело, да, все, вот, мы сказали, сюда приходит объект там класса автор, там где-то мы его создали, да, сюда его кинули, да, вот он здесь, так оно и есть, в принципе, там ссылка валяется и все, понимаете, да, вот, на тот, все, здесь мы можем изменять как угодно, здесь ничего, вот, казалось бы, мы сделали мелочь, казалось, бы такая элементаршая, ну, да, которая на самом деле это не мелочь, на самом деле мы притворили в жизнь dependency inversion, inversion, это и есть, уменьшение зависимости, так, на всякий случай, да, вот, чтобы вы не думали, что это какое-то волшебство, чтобы вы не думали, что это какое-то волшебство, вот, так вот, возвращаясь к нашим паттернам, да, дизайн, на самом деле их очень много, да, я бы сказал, они есть, так называемые, ну, они делятся на такие группы, порождающие шаблоны, да, проектирование, которые отвечают за создание чего-то, да, каких-то объектов, например, да, или что-то еще, потом структурные, да, помедельнические, да, очень интересные, да, шаблоны, вот, и, ну, мы с вами сейчас рассмотрим три самых известнейших шаблона, это, как, Пушкин, Лермонтов, Толстой, да, нет, как это, что-то, Россия, Водка, Балалайка, Матрешка, да, плюс Медведи и Перестройка, вот приблизительно то же самое, да, и начнем мы с самого-самого-самого-самого шаблона проектирования ходового, это Синглтом, АК-одиночка, по-русски, да. Значит, Синглтом на самом деле очень спорный, вокруг него очень много там копий сломано, что у него там плюсы, минусы есть, ну, в принципе, это действительно так, там очень тяжело, если мы хотим этот класс потом отнаследовать или что-либо еще, в юнит-тестировании он там хреново на самом деле заморачивается, но его не надо опять же совать везде, да, его нужно использовать только в тех местах, где он реально нужен, где реально, так сказать, от него есть польза, да, ну, очень часто он использует, фактически во всех фреймворках, мы это увидим, да, в роли Синглтона используется так называемый фронт-контроллер, который там никуда не наследуется, ничего, там такой сидит плоско-жёстко в ядре, он везде нужен и все. А в чем его идея основная, да, в чем его идея? Ну, если провести аналогию с жизнью, да, то, фактически, аналогом, Синглтона, да, и окружения, можно, ну, такая аналогия, как всегда, срама еще есть, причем аналогия, да, нет, на сегодняшний день, да, это такая локальная сеть, условно говоря, да, опять же, вот у нас есть несколько машин, они должны между собой общаться. В ЛУП решить проблему можно, можно каждую, каждой связать шнуром, с ума зайдем, помните, была картинка такая, в свое время, там, какой-то художник, 100 лет назад, да, когда, если только телефон появился, да, то есть, от нее, от будущего, там, такие вещи, провода, завалки, ха-ха, завалки, да, вот, в принципе, то же самое. Вот, но, нам приходит идея в чем, давайте имя окупать простой хак, какой-нибудь, да, тричь, да, какая-то, хватит, да, просто коробка, в портале, каждая машина туда подканетится, и все, и через него будет все это дело разваливаться, да, вот этот спортический хак, вот этот вместе и есть, ну, такое, условно, если так, человеческой жизни построить, они тот самый тянут, тот самый тянут, понимаете? Но, это почему ему аналогию тяжело подобрать в реальной жизни, потому что у нас планированные, копированные все, могут планироваться в реальной жизни, да? А у нас могут, могут, то есть, идея, именно чисто программинская какая, есть задачи, когда мы не хотим плодить экземпляры классов, то есть, объекты, то есть, мы всегда хотим использовать один объект, то есть, большой, например, какой-то класс, вот объект, да, может вызваться одним человеком, другим человеком, третьим человеком, да, но будет использоваться один и тот, ну, например, типичный пример, предположим, я решил сделать, описать лог файл, ну, когда мы дебажим что-то, лог, да, что-то типа аналог мрлог, данного собственного производства, логер, да, который просто тупо принимает строчку, например, да, там, и пихает, и записывает файл, когда ее развивает, да? Но, ну, понятно, мы ОПшники, мы описываем класс, да, и ситуация какая? Эта утилита общая, ее все работают, понимаете, в чем дело, да? Вася вызывает в себе, например, нью логию, условно говоря, так, он создал экземпляр класс, да, ну, что у него, да, он с ним работает, в этот момент этажом ниже подключается к Пете, да, и тоже, проблема в чем, он не знает, использует кто его или не использует кто его, понимаете, он тоже говорит нью, да, то есть, если он узнал, что Вася использует, он бы Вася использовал, да, а он же не знает. А я могу что-то использовать, потому что он уже, да, и он его знает, то есть, он на него, да, завязан, да, он тогда лучше свой создал, нью, логия, да, ОПА, у нас уже два объекта, да, причем там два класса один, это односотно один, другая цель, он логий, понимаете, и так далее, и так далее, плодим, да? Значит, значит, какая? Чтобы это был всегда один из двух двух. Подписывайтесь, все использовали один из двух двух. Силтон один, по-другому. Как это реализуется? Стандартная UML диаграмма вот такая, вот такая, да, MyOp. Значит, что делается? Во-первых, начнем с того, ну, вот это вообще вот здесь вот, обратите внимание, да, это свойство, свойство, вот это, значит, instance, его даже никто и по-другому не называет, он говорит, стандартное, оно либо проект, либо проект, все зависит от необходимости, но не публично. В этом свойстве будет храниться экземпляр самого же этого класса. Самого же этого класса, да? Как? Очень просто. Смотрите. У нас есть конструктор, да? Не удивляйтесь. Во всех языках, как и в PHP 4, кстати, он когда-то уже готовит все языки, конструктор имел, конструктором являлся метод, обновлененный метод с именем класса. Это сейчас у нас конструктор, а тогда было все в порядке. А поскольку это общеупотребимое, то здесь MyOp. И вот этот же метод, это конструктор, да? Смотрите, что делаем? Конструктор делаем защищенным или закрытым. Протекты правил, опять-таки, по форману, но, чтобы извне меня нельзя было обратиться. То есть, а если конструктор закрытый, MyOp уже не работает. Ведь MyOp, MyOp, это же будет что, извне словарного властивительности его дергать, а он закрыт. Да? А как тогда, извините, получить? А очень просто. Описывается метод статический. Как его правило называют G30, 91 декабря, да? Который и создает экземпляр этого же класса. Он себя. И укладывает, присваивает вот этот элемент. Она статическая, абсолютно. И, да? И ситуация какая? И каждый раз, поскольку через мир нельзя, через мир нельзя, да? Дергается статический метод G30, а именно он публичный, он единственный. Который и, он дергается, он дергается, и он проверяет, он проверяет, есть у меня здесь что-то или нет. Если он еще не создан, он его создает и возвращает. А если создан, он его же возвращает. То есть фактически каждый раз возвращается ссылка на этот объект. Понимаете? Ссылка на этот объект. Самый классический, скажем так, да? Самый классический случай. Вот. Сейчас я вам где-то покажу, да? Сейчас, Димочка, у меня паттерны где-то. Нет, вот он, по-моему, да? Да, кстати, вот он. Смотрите. Смотрите. Класс логгер. Класс логгер. Что я делаю? Да? Статик private instance. Вот он. Now. Да? Вот здесь именно будет храниться. Вот он. Вот он. Вот он. Самое главное. Вот она. Вот. Вычленяю. Да? Потом. Что мы делаем? Мы закрываем конструктор. Причем, поскольку у нас в PHP, мы закрываем конструктор. Если мы закрыли конструктор, надо закрыть и клон. Об этом часто же бывает. Вы помните, клон – это аналог конструктора при клонировании, да? Там тоже не должно быть. Правильно, да? Вот. Поэтому закрываем. Обратите внимание, это не значит, он у меня здесь пустой, просто не нужен. И значит, он пустой. Он может выживаться, но только внутри. Понимаете? Внутри. И описываем статическую функцию. Вот она. Статик. Паблик, понятно, да? Function. GetInstant. Что здесь делается? Мы проверяем. Если наш инстанс, вот этот, вот этот, null, null. Мы что? NewLogger. Он же. Ну, можно NewSelf фактически, да? То же самое. Для понятности, да? Присваиваем в эту инстанс и его возвращаем. Вот он первый раз это и сделал, условно говоря, да? Понимаете, да? Вот. А здесь какой-то метод уже есть. Log. Метод log, в который передается строка, в который записывается там файл. Что мы с этого имеем? Ну, это можно закрыть, если я так закрываю, да? Что это самое? NewLogger выдаст ошибку, да? Закрыт и все мы не можем. А как делать? А очень просто делать. config. Logger. GetInstance. Первый раз, первый раз он пошел, инстанса нет, создал логер, вернул его. Теперь мы говорим, да, config, log, там, то-то, то-то, контрольная точка, предположим, да? Пошел. Контрольная точка. Вот. Ну, можно, кстати, напрямую обратиться, да? Второй, да, этажом ниже, этажом ниже. Вася решил обратиться к этому делу, то же самое, не зная, да? То есть он не знает, есть там кто-то этим пользуется, не пользуется, правильно, да? Он там пишет, он, например, пишет, там, условно, я там, переменную, myLog, да, myLog изобретает, да? И опять, logger getInstance. Второе обращение идет, он говорит, в instance что-нибудь есть? Есть. А там вот он лежит, да? Он его раз и возвращает. Понимаете, да? Это две ссылки. Они пользуются одним и тем же объектом. В этот момент этот товарищ его удалил, например, да? Он рассылку удалил на объект. Этот он дальше пользуется. Понимаете, да? То есть человек имеет свободу спокойно, да? Мы не владим объектом, мне не нужно думать, что есть кто-то сверху, нет кого-то сверху, да? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие вот образы. Понятно, да? Вот. Здесь, здесь у меня, а что там еще одна какая-то есть? Ну, там более, а, я думал, здесь конструктор есть. Ну, там конфиг, та же самая. Собственно говоря, идея вся та же самая. Идея вся та же самая. Только здесь у нас, у нас здесь чуть по-другому, у нас здесь сам конфиг, он хранится в каком-то другом классе. Ну, та же самая ситуация. Та же самая ситуация. То есть, условно говоря, я создаю несколько раз вот этот вот экземпляр этого класса, да? А он использует вот его. Ну, он использует его вот таким образом, да? То есть он всегда только ссылка. И обратите внимание, опять же, не обязательно конструктор у меня будет пустым. Я там могу что-то делать, да? Но это могу будет, вот когда, вот здесь, new конфиг, вот здесь я передал в конструктор, да? В этом случае этот конструктор запускается. Вот в этом случае. Но не изменен. Но не изменен. Понятно, да? Вот. Поэтому, вот как я показал, там logs и базами данных точно так же работают, да? То есть, там нет никаких проблем. Вот. Соответственно, это дело можно слегка, значит, ну давайте так сделаем, да? У меня небольшие лабораторочки просто чисто на закрепление. Просто чисто на закрепление на битруху. Значит, несколько слов о таком проекте, с которым мы будем работать, да? Вот. Я там что-то наваял, чтобы что-то было, да? Значит, у нас есть типа, у нас есть типа некий каталог, некий каталог, да? Он даже выглядит вот таким вот образом, да? Вот он, каталог. Вот. И здесь... Вот он, например, да? Он сейчас выбросит ошибку. Я сейчас скажу. Там у меня опечатка просто есть на медиклассе. Кто найдет, да? Вот. Лассес. Ласс 32, да. Сейчас, секундочку, даже скажу, что это дело. Сколько наваял? Тут сам замок. Сейчас, сейчас. DB-класс селекта. Здесь у меня опечатка, вот здесь в DB-класс PHP в 22-й строке. Значит, у нас там получается... Ой, не здесь, а... Сейчас, секундочку, секундочку. DB-класс. DB-класс. Нет, там фишеры где-то у меня есть, где-то у меня здесь должен проскочить. Нет, здесь фишеры не обсловываю, да. Так. Он non-object, да? Сейчас, сейчас. Call member function. Он non-object. Так. Он мне говорит... Сейчас, секунду, секунду, секунду. Он мне говорит о том... Не скрывает. Где-то у меня тут зараза порылась. Protected DB, здесь DB. То ли у меня там где-то стрелка не стоит, то ли еще что-то. Стоянно забываю об этом. Так. 32. 32. Он говорит, что это не есть объект. Туда? Ох. Ага. Все. Понял. Вот. Конечно. Sorry, да? Да, 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 да. Вот он у меня как раз. Чувствую. Вот так вот. Вот. Ох, точно, спасибо. Издалека лучший вид. Да, я знаю. Вот он. Вот он, да. Вот. Вот такой каталог. Вот такой каталог, да. И здесь у нас идея какая. Человек выбирает что-то для, там, название, исполнитель, там, количество, да. Человек выбирает для заказа что-то, да, например, говорит, хочу заказать вот это, и он там, ну, условно, куда-то заказ пошел, неважно куда на самом деле, да. Вот. Куда-то он пошел, так или иначе количество уменьшилось, да. Еще это выбирает, это выбирает, да, и так далее, и так далее, да. Вот. Но, но. Здесь ситуация какая. У нас два класса, да. DB, в котором база, да, описана. Создаем базу, основные операции и так далее, да. И есть DVD, который использует вот эту базу данных. Вот эту базу данных, да. И здесь как раз та самая ситуация, та самая ситуация, да, что вот вообще, кстати, да, это одно из таких ходовых применений, одно из ходовых применений синглтона, это именно базу создавать, да, чтобы в виде синглтона, чтобы база в виде синглтона приходила, да, постоянно. Вот. Потому что у нас, да, потому что мы можем их наплодить достаточно много. А наплодить достаточно много, опс, не туда нажал, что мы можем каким образом. Сам каталог, он у нас, вот он у нас, да. Здесь, ну, на всякий случай, да, какая структура нам это еще понадобится, да, вот они классы подключаются, да. Вот у нас каталог, у которого в зависимости от того, куда мы нажимаем, сюда, сюда или сюда, там куда-то, да, это передаются параметрам action, что мы хотим делать. Здесь у меня action list показать, здесь у меня action anthology показать, да, здесь у меня, соответственно, вот этот вот идет заказ. Соответственно, каждый из этих вот, что делать с этими action, что делать с этими action, да, описано вот в этом вот action in. Ну, вот эти include-ники, это содержимое, то есть, грубо говоря, нам это не интересно. Get ontology int, он отрисовывает вот эту табличку, да. Get list отрисовывает вот такую табличку. Get, что-то там еще отрисовывает, антология отрисовывает эту табличку. Да, в данный момент это не важно, да. Важно то, что у нас вот здесь в action-е осуществляется, говоря умным, slow broken, то есть, что делать, да. Вот этот action, видите, он принимает этот action, да, и говорит, что у нас там. Ордер ли у нас, антология ли у нас, лист ли у нас, да, и так далее, и так далее, и так далее, да. Так вот, у нас вот здесь вот есть метод by, который исполняется, видели, да. Ордер, ордер, пост, а у нас там несколько чек-боксов, да, приходит. И мы здесь в for each, мы здесь в for each, создаем new dvd, да, и dvd by, да. Причем это, мы можем это делать for each, мы можем это делать по-другому как-то, понимаете, в чем дело, да. Так или иначе, у нас есть вариант, есть вариант, что мы здесь, в этом случае, можем наплодить достаточно много частности, как минимум, например, тех же самых вот этих вот объектов, вот этого базы данных. Соответственно, задача такая, задача такая, да, чтобы вот здесь в dvd, вот в этом вот dvd, вот здесь вот, да, не через new dvd создавался, да, а через вот этот тот самый . Такая тоже стандартная фишка. Ну, примеры, на самом деле, так себе притянутые за уши, просто, скажем так, ради того, ради того, чтобы можно было, да, посмотреть, пощупать, попробовать, да. Вот, у нас на самом деле там, ага, перерыв возник, да, возник перерыв, назрел, поэтому мы сейчас на десять минуточек с вами прервемся, пойдем, да. Вот, прервемся на десять минут, через десять минут придем, как раз сделаем это и перейдем к следующему. Дело несложное, а пишем, да. Да, да, хорошо. Тут как получится. Вот, да. То есть здесь классика жанра, да, то есть тут просто привыкнуть. На самом деле, да, еще ведь что удобно? Что удобно? Вот вы, когда очень часто даже при описании какой-то спецификации, разработчики даже, они просто пишут, значит так, наша CMS в ядре имеет вот такой-то класс, который представляет из себя типичный символ тон. Все. То есть даже больше думаю, да, ага, понятно. То есть им не надо описывать, что там есть. То есть понятно, что там есть, а там есть именно то, что мы увидели, да. Вот. То есть мы берем, например, ту же самую DB, вот эту DB, да. Вот она. Добиваем здесь, вот он DB, да. Добиваем здесь, ну пусть будет protected, нет проблем, да. Пусть будет, собственно говоря, он и так protected. У нас есть DB, да? А, ну да, DB есть. Да. Делаем так, protected static, protected static, instance. Мы его так и назовем instance, друзья мои. Его все называют так. Даже никто не… Это просто всем более понятно, да. Ну можно оставить так, можно явно нам присвоить. Это понятно по барабану. Вы понимаете, да. Вы понимаете. Вот. Вот. Так, у меня… Сейчас я посмотрю, куда нет. Ага. Вот. Поэтому, да, сразу же тут же делаем наш конструктор protected. Ну, я почему не правит protected, на всякий случай, а вдруг он там будет, например, наследоваться, да. Поэтому, ну может, да, protected. Все. Уже облом, уже ничего, так сказать, не получится. Тут же, тут же, не забываем, тут же не забываем, тут же не забываем, внизу, а у нас ее нет, описать клон. Коли уж так. То есть, ни под каким предлогом, ни под каким предлогом это делать нельзя. Это делать нельзя. Вот. Но, при этом мы описываем, да, нашу, соответственно, публичную статический, публичный статический метод function. Ну, мы его так и назовем, опять же, getInstance. Его все так называют, и никто ничего больше не делает. GetInstance. Вот. Здесь, опять же, да, я не копирую с того файла, я специально руками набиваю, да. Условно говоря, если у нас в нашем вот этом вот, да, instance, вот он статическое, да, вот, значит, instance, да, не равен нулю, да, можно еще круче повыделываться, можно, знаете, как написать, например, instance of, да, instance of self, то есть, если не является экземпляром самого себя, да, вот, то, соответственно, да, мы ему, мы ему, да, присваиваем, ну, можно нельзя имя писать, кто его знает, может имя поменяют, можно просто self написать спокойно, да, вот так. Self – это абсолютно то самое, что и написать не угодно. Зато мы тут вольны, да, спокойно. Человек может поменять название класса, на этом деле это дело не скажется. Да, и все, и ретюнем, ретюрн, этот, да, вот он классический синдук. Классический синдук. Вот, теперь мы можем, да, теперь мы, после этого, да, после этого, передвигаясь в DVD вместо вот этого дела, вместо вот этого дела, да, нам теперь придется написать, да, сугубо обращение к getInstance. Вот, все. Теперь мы, зато мы, зато мы теперь знаем, что сколько бы у нас не было вот этих вот классов DVD объектов, для тех целых, там, может быть, для тех целых, да, и так далее, и так далее, то у всех у них, собственно говоря, внутри, там будет ссылка на один фактически тоже, там, в DVD не будет вкладиться, вкладиться только эти. Ну, такая, может быть, особо неявная задача, но, в принципе, где, так сказать, где-то так, где-то так, понимаете, да, где-то так. Вот, где-то так. Вот, вот это самый известный, самый маленький, самый простой, что называется, шаблон, да, вот. Ну, понятно, понятно, что он делает. Теперь, следующий момент, да, следующий момент, ну, я, кстати, я надеюсь, у нас все будет продолжать работать, да, при этом. Да, значит, все хорошо. Значит, все хорошо, да. Следующий шаблон, он называется, вообще, как бы, тут, ну, его, как бы, общее название, так вот так, ну, это фактори, да, фабрика, фабрика. В принципе, задача какая фабрика? Задача фабрики, да? Создавать объект. На самом деле, честно вам скажу, на самом деле, честно вам скажу, большее название, лучшее этому делу подошло бы что-то типа магазин. Потому что больше фабрика это строительство, правильно? На самом деле есть аналогичный шаблон, только более, наверное, детальный. Он называется билдер. Билдер. Вот это больше похоже, на самом деле, именно на строительство, на фабрику, только более продвиженное. Фабрика, вот так, фабрика, это именно как магазин, как сервис, да? То есть, в чем идея, в чем идея? Например, вот в жизни, ну, знаете, да, в связи с тем, как, у нас есть варенье, да? То же самое в магазине. Понятно, да? Мы, наша задача, да, что, прийти и сказать, у вас варенье без клюкова есть? А у вас вареники с лишней есть? Они говорят, есть. Я не знаю, как эти вареники сделают. Я не знаю, чего, понимаете? Я говорю, дайте мне вареники, дай мне объект. Соответственно, мне дают этот объект. А стволового света нету. А будете говорить в следующий раз? Хорошо, в следующий раз нет. Что делать? Завезем, пик его ставить. Какая-то не разница. Еще раз вы знаете вареники. Это, так сказать, обстракция фактически. Вообще, эти факторы масса реализуют. Есть такая абстрактная фабрика. Есть более чаще использование абстрактных фабричных метров. Факторей метров, да? То есть, это, например, кто-то конкретно чего-то реализует. То есть, идея какая? Опять же, да? Например, нам нужны вареники. Вот. И мы говорим, ага, ну давайте мы одного повара найдем, будет одни вареники делать, второй, другие, третьи, третьи, да, и так далее, да? Потом мы говорим, стоп, ребят. Там, помимо того, что мы нас пихиваем, там все остальное, там тесто раскатать, раз что-то сделать. Одинаковые, одинаковая производство, да? Давайте мы наймем одного повара, который будет, соответственно, тесто, основную листью делать, правильно? Контакт, да. А при необходимости мы наймем еще несколько бальчиков, которые будут там копейки, там зеленую, да? Один будет потом подать вишню, другой будет в это, что-то там клюву или творог, да? Правильно, да? А кто эти рулить делает? Как мы узнать, кого туда кидать, да? А мы посадим такого товарища, один, менеджер, менеджер, аналог по внешнему методу, да? Вот, который будет ему говорить, надо клюву, надо вишню и что-то еще. И теперь наш кастомер, скажем так, да? Вот он заходит и говорит, а че-о-о, вареники с клюквой? Менеджер говорит, клюва! С клюквой, мальчик, прячь клювку, да? И сделай. Понимаете, да? То есть идея такая, да, что есть, как правило, да, стандартно, стандартно. Вообще все это начинает реализовываться с интерфейсом. Точнее, описание с интерфейсом. Вообще, в хорошем случае, в какой-то лице вообще все описано в интерфейсе, да? Это, поговорка, да, один интерфейс – много реализаций, да? Разно. Та же самая ситуация и здесь. Та же самая ситуация и здесь. Ну, разные фабрики есть в качестве, как бы, да, показа. Давайте посмотрим что-нибудь такое. Здесь у меня миллион фабрик, надо посмотреть какую-нибудь. А! Ну, вот. Вот. Здесь, правда, не интерфейс, а абстрактный класс, но это не важно. Это не важно. Смотрите, у нас есть задачи. Типичная фабрика, да? У нас есть задача, какая? На вход поступают какие-то данные, текст, строка текста. И мы эту строку текста, да, надо ее отрендерить во что-то, там, в HTML, например, там, в XML, да, и так далее, и так далее, и так далее, да? И, опять же, понятно, ведь наша задача какая? Наша задача какая? Сделать мало, то есть, если нам понадобится помимо HTML, XML, что-то еще, PDF, понимаете, да, то мы должны это сделать, как можно с меньшими изменениями для других участников процесса. Да? То есть, вот классика. То есть, мы описываем, да, мы говорим, окей, это наш абстрактный класс. Он будет наследоваться, да, он сам и не реализуется, да? У него здесь будет храниться, условно говоря, документ, да? И абстрактный метод render, да? Контракт, да, то есть, он не описан. Описание ложится, да, уже на наследника. Что там делать, да? Но мы знаем, что render должен как раз и там рендировать, что-то делать. Ну, и там какой-то метод setDocument. Метод setDocument получает документ и этот документ присваивает. Ну, имеется в виду строка какая-то, да? Вот. Потом мы говорим, так, нам нужен HTML-рендеринг, да? Класс, класс HTMLRender наследует renderer, дергаем метод. Опять же, прежде чем, я знаю, что он там есть, да? И здесь, естественно, он что-то делает, в HTML перегоняет, да? А XML-рендеринг в XML перегоняет, правильно, да? А теперь нам нужно, условно говоря, вот у нас как раз типичный пример здесь, да? Как бы, да? Ну, у меня есть не класс, у меня есть функция просто показана банально. Ну, на самом деле это фактически это фабричный метод. Просто он в виде функции. Если я сейчас его запихну в класс, то получится как раз метод, да? Вот. И вот оно есть, да, вот эта функция, вот он фабрика, да, фактически, да? Рендеры фабрики. Мы принимаем там, зачитываем, что поддерживает там, условно говоря, браузер, да? ACP accept, смотрим этот заголовок, да? Говорим, о, если там есть текст XML, да? Мы возвращаем, у фабрики именно идея, главное что? Возвращать именно объект. В этом его коренное отличие, например, от фактики, который мы потом посмотрим, да? Объект. Не XML-рендер, не HTML-рендер. Все. Это все скрыто. Это все скрыто, да? Вот там. То есть теперь ситуация какая, да? Теперь ситуация какая. Вот он наш кастомер, вот он клиент, да? Вот. Он, соответственно, да, дернул фабричный метод, дернул фабричный метод, да? Вот. И, да? И потом он говорит, да, set документы, да? На тебе, говорит, на текст. Все, что он знает, что у него там есть set документ, да? На текст. Обратите внимание. А set документ описан там, да? То есть в тот момент, когда он дернул, дернул эту factory, да, ему вернулся объект. Он даже не знает, в принципе, какой ему объект вернулся. Там подскудно произошло, да? Но, если аналогию с варильниками, да, провести аналогию с варильниками, то, в принципе, мы могли бы сделать как? Мы могли бы вот это сделать, сюда влепить какую-нибудь переменную, которую бы он передавал, да? Формат. Формат. А здесь у нас был бы switch. Если формат html, то-то, если xml, то-то, тогда этот товарищ, он бы так, эй, уважаемая фабрика, хочу html. Понимаете, да? Просто хочу html, после чего на set документ. Понимаете? И ему по барабану, как это все там происходит, да? Какое производство там, что там делает, да? Понадобилось добавить еще один класс. Хопаньки. Давайте сделаем pdf, давайте сделаем pdf. Все. Создали pdf от единого интерфейса. Добавили сюда else еще один, да, pdf. Все. Нет никаких проблем. Опять же, обратите внимание, ничего такого сверху. Вроде бы никакого откровения не сказалось. Скорее всего, там многие, в принципе, это писали, там видели, да? Вот это как раз и есть типичный, собственно говоря, такой как бы фабрика. Да, там фабрика. У нее есть масса, масса, как я уже сказал. Видите, у меня даже там пять примеров. Я уж там не буду все показывать, да? Что-то типа такого. Ну вот. Вот типичный, например, да? Вот cars factory. Вот там, например. Вот фабричный метод. Вот он. Create car. Create car. Вот эта функция, вот этот метод, это и есть как раз типичный фабричный метод. Фабричный метод, да? То есть у нас есть абстракция. Абстрактный класс car, да? В котором объявлен getMaxSpeed и getWait, например, условно говоря, да? Вот он, да? Соответственно, у нас на его основе реализуется... Ну давайте я там чуть повыше перенесу, наоборот, туда, да? Вот так. Вот. Реализуются соответственно соответствующие классы, да? Класс Toyota Extends Car, да? Который реализует эти методы, да? Класс BMW, класс Lada, класс Lada, да? А здесь, а вот это сам тот самый отдел, да? Фабрика, которая имеет тот самый фабричный метод. Кредит карты. Кредит карты. Кредит карты. Который, в которой передает, да? В которой как раз заказчик передает, что он хочет. Да? Здесь свитч. Что пришло? Toyota. Возвращаем New Toyota. BMW? BMW. Lada? Lada. Вот наш товарищ. Вот наш товарищ, да? Дернули, да? Создали объект, да? А ну-ка, карты, а ну-ка создай-ка мне, сделай-ка мне Toyota. Хрязь получил объект Toyota. А ну-ка создай мне вот это. Хрязь получил. То есть, такая вот общая идея. То есть, тут ничего сложного нет. Та же самая фактически реализация. Только там был if, здесь был свитч. Там мы accept выбирали, здесь мы конкретно передаем. Там была функция, здесь метод. Ну, в принципе, это все есть фабрика. И то, и то, и то, и то. То есть, это как бы ее можно так ее говорить, да? Вот еще. Ну, вот еще один пример, пожалуйста, да? Та же самая ситуация, да? Та же самая ситуация. Абстрактный класс ImageType. ImageType. Здесь Type хранится, да? Вот так. Метод, который возвращает тип, да? Какой у тебя тип? Возвращает thisType. Все. GiveType. GiveType. Наследует ImageType. Конструктор принимает имя файла. Ну, да? Имя файла. FileName. А вообще зачем он принимает? Я даже не знаю. Ладно, посмотрим. Туда запихивает GIF. Этот, туда запихивает JPEG. Этот, туда запихивает имя. И неизвестный. Пошла ImageFactory. CheckType. CheckType принимает FileName, да? Apple. Смотрим FileName. Если там есть GIF, если там есть GIF, возвращаем GIFType, передавая ему FileName. Ну, он там не используется, но мало ли зачем. Может, мы хотим там что-то использовать, да? Видели? Та же самая ситуация, да? Теперь у меня есть массив. У меня есть массив с файлами. test.jpeg, test.txt, да, там GIF и так далее, и так далее, да? Я хочу узнать, какого они типа. Закидываю forEach. 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 Я обращаюсь. Поскольку у меня здесь статический метод, да? Без создания, да? Говорю, уважаемый ImageFactory, да? CheckType, да? CheckType, да? Вот этого дела. Сразу же объект, и сразу я обращаюсь к ReturningType. Мне вот это объект, правильно, да? Вернулся. Объект. ReturningType. И это тоже фабрика. Тоже фабрика. Запрашиваю. Запрашиваю то, что мне нужно, да? Все остальное – это что угодно. Вот. И так далее. Все, я еще раз говорю, тут на самом деле ничего нового. Все по аналогии. Все аналогии. Ой, ну это большой, сложный пример. Там миллион всего, да? Вот. Если посмотреть, да, все это то же самое. Все это то же самое. Можно там один через другой можно делать, да? Пока есть. Вот. Понятная идея, да? Понятно. Вот. Теперь мы, значит, что мы сделаем? Мы с вами вот это дело тоже закрепим с нашим прекрасным каталогом. Значит, в чем здесь идея, друзья мои? Сейчас рассказываю, да? Опять же, вот он каталог. Когда я кликаю по какому-то исполнителю, когда я кликаю по какому-то исполнителю, мне показывается как бы его это антология. Антология, да? То есть все, что у них есть, то есть полностью, да, там, какой альбом, какие песни, вся целиком, да? То есть идея какая? Я могу заказать как бы кастом себе DVD. Да? Хочу такой трек, 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 да? Нажимаю, да? Нажимаю на составить, нажимаю на составить, да? И у меня, соответственно, это все дело принимается. Все это дело принимается. И где-то здесь, я уже, честно сказать, не помню где. А, вот он. Упал, да? Создается файл под названием track.sob, условно говоря, да? Значит, здесь дата. Заказ, да? Заказ, да. Заказ, да. Человек заказал. Человек заказал, да? Там. Такое, 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 такое дело. Понимаете? Но! Тут у нас приходит в голову идея какая. Мы говорим, а давайте мы этому делу добавим, например, бонусный трек. То есть, если человек, например, вот здесь кликнет, да? То мы ему в DVD еще там первой дорожкой запишем какое-нибудь там видео. Да? Или что-то еще. Не знаю. Да. Вот. Бонусный трек. Но, обратите внимание, все это одного поля ягоды, правильно, да? Одного поля ягоды. Там мы пишем так, здесь мы пишем так. Там мы просто будем там помечать. У нас там массив. Мы будем, мы говорим, а давайте мы сделаем так. А давайте мы сделаем так. Мы вот в этом массиве, да, который у нас здесь в заказе получается, мы первый элемент, первый элемент, его будем выставлять следующим образом. Если у него стоит какое-то число отличное от минус единицы, 0, 1, 2, 3, 4, это номер позиции, да, то это не бонус. Если в первом стоит минус 1, это означает, что надо человеку записать, например, бонус. Понимаете, да? Бонус. Вот. И как раз здесь можно, в принципе, это дело сделать. То есть идея какая? У нас есть вот этот класс DVD, класс DVD, да? Нам нужно сделать, условно говоря, бонус DVD. DVD, бонус DVD и описать некий DVD-фактори, который будет выбирать, что нам делать, вот это вот или вот это вот. А тот будет просто дергать. Он говорит, дай мне, запиши мне, уважаемые DVD-факторы. А тот будет принимать решение, в зависимости от того, какой там чекбокс выбран, выбран или не выбран. Он будет создавать либо тот объект, либо тот объект. Понятно, да? Попробуйте это сделать. Это у меня семнадцатая страница, да? Семнадцатая страничка. Вот такая вот. Там, в принципе, все прикидочки расписаны. 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 Продолжение следует... 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 Наши объекты. Теперь мы что делаем? Мы смотрим экшн, антология. Это у нас называется антология. И где-то здесь, посмотрите, вот он, видите, написан, условно говоря, DVD, правильно? Мы, соответственно, здесь делаем не DVD, а делаем так. А, да, нам же нужно принять, стойте, стойте, нам же нужно принять, тип принять, да? Ну, тип приходит где-то, я уж не знаю, где его принять, там или, ну, где-то, наверное, здесь, вот здесь, да, логично, да? Бенд, вот здесь, где мы принимаем, здесь постом пришел бенд, здесь, соответственно, пришел тип. Нет проблем, да, тип пришел. Вот. Значит, мы делаем так, пост, он так и называется бонус. Это чекбокс, он либо поставлен, либо не поставлен, либо фолс, либо true, правильно, да? Поэтому мы сделаем такую вещь, да? Значит, пост, значит, а был ли пост? Так, либо пост, если был пост пришел, да, мы туда запихиваем бонус, сейчас мы все организуем, да? Либо туда запихиваем пустую строчку, да? Пустую строчку. Теперь, это все дело, бонус там приходит, у нас, по-моему, там on-off или что-то там такое, да? Поэтому мы делаем такую вещь, мы приведем это дело к интеджеру, к интеджеру, да? К интеджеру, да? Ну, это я для удобства, тернарный оператор, забираю обычно в круглые стопки, вот здесь условия, да, мне так, это чисто моя такая заморочка, мне так удобно, да? А чтобы это раньше произошло, мы это заберем еще вот такие стопки, да? То есть, грубо говоря, пост приходит, мы его приводим к интеджеру, да? То есть, получается, там один, там либо ноль, либо один, да, фактически, там, да? Вот, и так, так. А здесь теперь мы говорим так, DVD, DVD-факторинг, мы написали статический, create, и передаем туда наш тайм, передаем туда наш тайм. Вот таким вот образом. Все остальное остается без изменений, да? Все остальное остается без изменений, да? Все остальное остается без изменений. Если нужно будет опять же что-то, мы подкрутим, напишем там новый класс, напишем все такое прочее, да? Разрулим ситуацию. Вот и все. То есть, объект, объект. Главное, что объект вернется. Главное, что объект вернется. Вот, теперь давайте попробуем. У нас надо еще все-таки, чтобы это все работало, да? Значит, давайте опять же, да? Для начала мы выбираем какие-то песенки просто так, да? Просто так, просто так, просто так. Без бонус-трека составлять. Смотрим сюда. Смотрим сюда. У нас в классах. Вот он. Вот видите, нормально, да? Все. Это обычный, да? Обычный трек там выбрали. Вот. Теперь мы идем сюда. Точно так же выбираем. Мы говорим, добавь нам бонус-трек. В первом элементе должен лежать минус один. Если мы сделали все правильно. Добавляем. Смотрим. Вот он у нас лежит. Пожалуйста. Минус один. Все. Минус один. Признак бонуса. Ну, кто, кто будет обрабатывать. Обработчик, обработчик этим займется. Обработчик этим займется. Понятно, да? Вот. Вот такая уж такая. Ну, ничего, я говорю еще раз. Не то, что даже, не то, что сложного, да, даже, скажем так, откровений нет, да, каких-либо, да? Просто так называется. Понятно, что когда тебе где-то книжки там прочитать, да, там, а вот здесь используют фабрик. Понятно, что. Вот. Ну, и, наконец, третий известный такой шаблон – это стратегия. Ну, само слово стратегия, она вообще-то, да, говорит… На самом деле, вообще, шаблон, вот если смотреть UML-схемы, как правило, и там так развесо, что с ума сойдешь. Например, я бы взял минимальный. Минималийсм на самом деле, да. Вообще здесь все очень просто. Все очень просто. Прибирается какая-то стратегия провести. То есть, смотрите, какая ситуация. Я нахожу человека, да, мне нужно разместить какую-то статью. Я нахожу человека, да, и говорю. Другой. Мне нужна статья. Денег вот стоя. Например, да, в какой-то газете. И это же не горит, да. Или такого типа это будет статья. Желтая, именно мало качественная, да, да. И даю мне, да. Он сам, да, даю мало денег. Выходит 3 новая статья. Даю много денег. Выходит, что-то качественная статья. Тогда это, да, он заказчик говорит, да. Что при этом делается, я не знаю. Да, то есть, этот человек, он выбирает стратегию. Что будет, то ли он сам там пишет, то ли он нанимает Васю, то ли он нанимает целую там журнальную бригаду, там, где-то. Мне плевать, да. То есть, он говорит, я буду инфармальником, да, вот, знаете, вот. В принципе, может показаться, может показаться, что, ну, а вы видите, на самом деле, что показаться. Потому что это очень, в принципе, похоже на фабрику. Одинное отличие такое. Фабрика возвращает именно, чтоб всегда, объект. Дай мне машину. Я ее буду пользоваться. Понимаете? То есть, здесь именно стратегия, да, вот, например, грубо говоря, развести статью. Не надо мне ничего возвращать. Ну, слушай, запиши в фабрик. Да, то есть, не надо мне возвращать. А мне, да, именно у фабрики идея, объект, который я пользую. А какой из этих объектов, да, это, соответственно, в их объектах. То есть, как они конструируются, я не знаю, типа, вот так, как. А здесь именно, что сделаешь тут, да, вы либо вот в спортиве, да, вот, вот те условия, такие, 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 вперед. Реализуй. Как там нужно реализовать? Здесь абсолютно, то есть, описывается это точно так же, точно таким же фактически путем. Ну, опять же, давайте посмотрим, тут у меня не так много, наверное, стратегий, да. Вот, самая, самая такая классическая, наверное, да, вещь. Смотрите. У меня есть вариант. Ко мне может пользователь зайти под операционной системой Windows, под операционной системой Windows. У меня есть файлы, причем они есть файлы, запакованные в SIP и запакованные в Spark.Z. То есть, одному надо показать список по HTML, да, со ссылками на ZIP и другому на Spark.Z. Понимаете, да? И я, я, как, я не знаю, как, опять же, да, как-нибудь, да. И опять, реализация какая, смотрите, да. Абстрактный класс. FileNamingStrategy, у которого есть метод. Вот он метод, собственно говоря, да, абстрактный, который всеми будет реализовываться. CreateLinkName. CreateLinkName. Имя файла. Туда передается. Да. Нам нужен ZIP. Делаем ZIP файл Extends, вот это дело. Описываем CreateLinkName. Что? Возвращаем ссылку на этот файл в формате ZIP. TargetZ файл, нет проблем. Возвращаем, самый простой, да, такой вариант, ссылку вот на это дело. Вот на это дело. А это наш класс, который занимается стратег, скажем так, да. Файл, который занимается стратегией. Что мы делаем? Опять же, здесь мы тупо смотрим в юзер-агент. Ну так, примитивно. Если мы в юзер-агенте находим волшебные буквы Win, да, Win, мы делаем что? Вот. Создаем тип, но мы его видели, да. Например, Type, условно говоря, да, какой-то Type, предположим, да. Вот. Этого типа, да. Вот. Возвращаем, да. А здесь у нас еще публичный метод, где ты? Где ты? Где ты? Вот. Ну, у меня, кстати, здесь объект, я возвращаюсь в этом примере. Ну, это не важно. А вот. А почему он у меня общий? Возвращается. Пррррррррррррррррррррррррррррррр. Сейчас, секундочку. А зачем он вообще-то возвращает, он вообще еще не возвращает. Все, что я знаю, грубо говоря, я этого не вижу, вот я делаю. Говорю, объект new file strategy, стратег, стратег, стратег. Теперь у этого стратега я говорю, а ну-ка выбери мне стратегию, get link вот с таким делом, он там у себя что-то создал, создал предположим, вот здесь он при конструкции создал, теперь get link, он, соответственно, обратился к этому делу, create link name, прислал сюда, link 2, все, я спокойно вывожу. Все, что я знаю, то есть я знаю вот этого человека, да, я знаю стратегию, да, говорю, мне нужен линк для вот такого файла, мне нужен линк для вот такого файла, предположим, да, он мне возвращает линки, я их и делаю, ну, можно сделать так, что он и отрисовывает все будет, да, вот такого плана, вот такого плана. разновидности те же самые, да, что здесь еще там есть, ну, локализейшн та же самая, да, вот здесь такая вот у меня, можете посмотреть, там, пример, да, локализации, все достаточно похоже, question, да, тут, ну, более сложный прибег, вот дофига всего навороченный, если заходите дома разберетесь, да, вот на самом деле самая такая, минимальная, да, то есть именно здесь задача не объект вернуть, который буду пользоваться, да, а именно какую-то стратегию выбрать. Такую, 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 не важно, куда-то что-то. Базда, да, и на тебе данные, да, я пуляю данные на сервер, да, текст, текст вообще, вот тупо, пуляю данные на сервер, да. Сохрани их. Так, а, фиг знает, вот тебе данные, сам выбирай, ну, да, смотрят, откуда данные пришли, да, там, я, например, там пульнул их и там жмайка софтвор прямо напрямую на сервер, да, он говорит, ага, это такой-то, сохрани его так-то, да, ага, вот это вот, а это такой текст, дай-ка я там в XML-файле его сохрани. Или смотрит, есть у меня класс написанный для XML, например, у него там приоритеты есть, первое, я, у меня есть конфигурационный файл, я говорю, значит так, приоритеты такие, значит, в первую очередь сохрани его, например, в базу, если нет в базе в XML, если нет в XML в текст, да, и так далее. Он принимает данные, смотрит, так, у меня есть что-нибудь такое, какой-нибудь класс, который может, да, там, работать с базой, есть, да, а есть у меня такое-то, нет, тогда такое-то, да, все, что он там делает, плевать, пулял и все. Вот, ну и мы давайте это тоже опять же закрепим, как всегда, закрепим, как всегда, да, сделаем стратегию. Значит, тут идея в чем? Идея в чем? Ага, сейчас покажу, та же самое развитие. Смотрите, когда я кликаю на название, да, у меня этот альбом есть, я его хочу там, условно говоря, распечатаю, ну или получить там назад, неважно что, да, так или иначе, да, по умолчанию, по умолчанию он не распечатывает в XML. Ну, он там файл сохраняет, файл там отдает, неважно, да, главное, что надо сохранять. В XML. У нас для этих, у нас для этих целей в DVD есть, если вы обратили внимание, целый метод, вот он, видите, get XML, вот он, он тут, тут XML дела, вы помните все, кто у нас был на третьем курсе, мы этим, да, что мы здесь делаем, видели, да, создаем XML, band, title, да, треки, да, здесь то-то, 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 и сохраняем, и сохраняем. Ну, выглядит, выглядит это примерно вот так, выглядит это примерно вот так, смотрите, да, что там Revolver, да, говорю, распечатать, распечатать, да, прихожу, прихожу сюда, output, вот он, Beatles Revolver XML, вау, видели, да, в XML сохранил, красота, правда, да, вот, а тут пришел товарищ, который, естественно, XML не знает, нам же зачем его знать, там же много, а, байки берегу, знаете как, почему, там же байт много, поэтому он знает что, JSON, на JSON наше все, типов нет, ни хрена нет, зато JSON, вот, зато просто, ну, так или иначе, ну, что, ну, пришлось под этих людей делать JSON, как Яндекс и Google, мы бы рады, чтобы все гуглем пользовались, никто же не знал, что Яндексом пользовались, вот, да, соответственно, появилось это дело, пришлось добавить галочку, как JSON, и распечатать, понимаете, да, и опять, здесь та же самая, обратили внимание, та же самая ситуация, как в предыдущем случае, но там мы делали как, объект возвратить, а я уже, да, а здесь не надо ничего возвратить, выбирать, в зависимости от галочки пришла, фигать JSON, не пришла, фигать XML, понятно, да, вот такого плана, такого плана, абсолютно, абсолютно, да, соответственно, попытаемся это часто реализовать на двадцатой страничке, там часть, там весь JSON я за вас уже описал на самом деле, да, вам просто его скопировать надо, вот, для этого метода, то есть там такие вещи, просто мы на PHP JSON не включали, поэтому, так сказать, мы его только на Аяксе рассматриваем более полно на курсе, поэтому здесь вот такая вот, поэтому то, что мы не рассматривали, я за вас уже нарисовал. вот так вот. 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 вот, в плюс. Плюс. Продолжение следует... 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 Я так обозначу, что здесь есть, да, вот, здесь мы что-то такое, вот, да. Здесь у нас, соответственно, как бы здесь что-то описано, да, я уж не буду сейчас писать, да, вот так. Что-то описано, да, а здесь, соответственно, у нас JSON-encode, как-то так будет, да, там что-то такое, JSON-encode, мы еще попробуем, мы на последнем занятии к нему вернемся, и его попробуем обязательно, как-то так, да, такое завершение будет, такое завершение вот этого дела, да, вот. То есть вот он DVD, вот он, да, класс, а вот он VicarXML, а вот он формат, вот он формат. А здесь уже можно описать сам класс DVD-стратегия, то есть тот дядька, который будет, собственно говоря, всем заниматься. Тот дядька, который будет всем заниматься, да, таким вот образом, таким вот образом. Вот, здесь мы protected, ну, давайте, strategy, делаем так, strategy, да, здесь будет function get. Здесь сделаем еще function set strategy. Сейчас мы вваяем по всем канонам правильное, да, и волшебный метод сделаем call, call, который принимает метод и аргументы, да. Давайте так полностью напишу метод. Step strategy будет принимать объект, мы объект будем в качестве параметра передавать. Здесь, понятно, здесь сандалием, да, здесь, здесь вот этот strategy, здесь вот этот объект, который мы ему передадим, передадим. А здесь у нас, соответственно, да, здесь у нас, здесь у нас будет так, здесь strategy, поскольку метод, который мы будем кидать, не будет, мы его будем перехватывать. В strategy обращаться к нему метод и внутрь передавать аргумент, который придет к нулевой. Вот так вот. И осталось описать, кого? Где? А где у нас, это будет return, будет возвращать, опять же, здесь strategy, а здесь strategy это не что иное у нас, как объект, правильно, да, того или иного класса, то есть или dvd.xml, или dvd.json, да. Соответственно, мы будем говорить так, dvd, дергать тот dvd в свою очередь, да, вот, dvd, какой-то, да, в который будем что-то передавать. А что мы будем передавать? Так, что мы будем передавать? Basically get. Get, 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 get. А какой смысл туда что-то передавать? Мы же просто ввергаем get, правильно, да? Мы же туда ничего не передаем? Вспомним, что он делает там. Так, new create element dvd. А, ну да, dvd. А, band on time, title on time, tracks. Так, откуда мы треки берем? А, item title. Все, 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 все вижу, да? Вот так, да, как-то будет, по-моему, если я не ошибся. Get, get, this strategy, там у нас в стратегии будет объект, либо тот, либо тот, да. Мы будем говорить нет, и он что-то такое делает. Вот, что-то такое делает, по идее, правильное, да? Вот, теперь можно обратиться к экшену, к листу. О, здесь мы принимаем, теперь уже у нас, значит, теперь у нас, смотрите, вот это и вот это мы комментируем, да? Вот так оно мне не нужно. Здесь мы принимаем type, например, да? Можно вот четвертый, поливать. Вот, type. Опять же, он у нас либо есть, либо нет, да? То есть тут у нас просто тупое приведение, тупое приведение к integerу, да? Просто идет вот так, где type, только он там формат, да, по-моему, называется. формат. Насколько я помню, он должен называться, если я не ошибся. Можно в крайнем случае посмотреть. Да, вот, checkbox, видите, value 1, да, передается. А так он вообще не придет. Значит, все правильно. Все правильно. формат, type-формат. Теперь, здесь мы где-нибудь, так, вот здесь мы знакомимся с нашим товарищем, да? Говорим, здравствуй, new dvd strategy, да, strategy, раз. Ну, здесь можно if, в нашем случае мы if, да, if type, здесь будет else, вот так, да? if type, dvd, стрела, set strategy, set strategy, на тебе, new, как он там, dvd, как, да? Как xml, да? Прямо так вот. Вот так и вот так. Можно было разного, да? Один из вариантов. Один из вариантов. На тебе, set strategy, там сам решай, что хочешь, да? Как json, предположим, да? А, наоборот, rule. Там у нас, если поставлен, то он там json, а если не поставлен, то он не json, да? Вот таким образом. Вот. Потом закидываем title bank, а теперь мы, а здесь мы теперь вместо get xml, да, у нас же универсальный, да? Теперь делаем dvd, говорим get, dvd get, собственно говоря, да, x, top-top get, ну, как-то так, примерно, да? То есть, ну, на самом деле можно наворотить чего угодно, друзья мои, можно наворотить чего угодно. Как-то так. То есть, основная идея должна быть понятна, да? То есть, еще раз говорю, можно так передать, да? Можно просто там слово передать, тогда он будет, да? То есть, неважно. Сама концепция. Важна сама концепция, как вы догадываетесь. Вот, сама концепция, да? Ну, вот. Ну, и как подведение, скажем так, итогов, да? На самом деле, я, знаете, еще хочу, поскольку, да, мы в понедельник, в понедельник еще начнем. Я вам еще покажу пару, на самом деле, это такая вещь затягивающая, где пара там еще, пара, понимаете, да? Вот, я вам покажу еще парочку ходовых, там, прикольных таких, ну, таких полезных, действительно, да? Этих, хороших обложечков. И сейчас же просто времени нет, да? И что, и про книжки скажу про книжки, да? Потому что тут товарищи, которые у меня были, знают, что я не рекомендую читать книги. Я не рекомендую читать книги для начинающих, потому что все книги для начинающих – барахло, откровенно. Да, а вот продвинутые книги, действительно, серьезные вещи, нормальные, описываются, да? Они есть, их читать надо. Поэтому, вот, в понедельник мы поговорим о книжечках, еще парочка, троечка шаблончиков, и там уже выйдем на ИСТ. Согласны? Вот, вот, как-то так, как-то так. Теперь, последнее, да, напоминаю всем, сообщаю, да, чтобы не было проблем с виртуалкой, она, в принципе, достаточно нежная, ее бы корректно закрыть. Да, корректно она закрывается как? В оконном режиме, менюшечка action, close, save state. Action, close, save state. Бум. Она все сейчас запомнит, кибернет, такой аналог, да, и все будет нормально. Так, что нам сообщают пробки? Три балла, все уехали на дачу. Ну, может, кому-то и не повезти, когда все три балла окажутся у него на пути? Вот. Ну, да, у кого-то они на пути, да. Так, ага, она и здесь объедет. Вот. Продолжение следует...